Бронзовый оттенок представит рельеф в более выгодном свете, а если еще и поотжиматься за 20 минут до начала, то вообще будешь неотразим. Михаил Бельтюков уже закончил все приготовления, теперь репетируют позы. Кажется, что это простое дело, но несколько минут таких занятий и уже устал. Дыхание сбилось, как после хорошей пробежки. Статическая нагрузка, многие думают, что это достаточно легко, но попробовав, мы часами узнаем, что это не так просто дается. И подводка к соревнованиям требует все-таки урезания и уливудов, и воды. Девушкам одного бронзового грима мало, нужно еще и укладку поправить, и макияж нанести. Еще года два назад эта участница весила под 90 килограммов. Сегодня Александра Калабухова собирается выступать в номинации «Фитнес-бикини». Добиться удалось сычание кардио-тренировок силовыми, конечно же, питание. Питание, наверное, это 90% успеха, насколько я по себе могу судить. Чтобы показать, что ты лучше, у каждого участника лишь несколько минут. Эти ребята выступают в номинации «Классический бодибилдинг». Все четверо – липчане. Уважаемые спортсмены, двойной бицепс спереди. Еще несколько поворотов, и вот жюри выносит вердикт. Победил Сергей Котов. Но самому участнику эта победа и быстро не показалась. Слишком тяжелой была подготовка. Последние дни самые были жесткие, считаю. Это безуглеводка полная. То есть даже последние дни, даже в воду пить нельзя, в принципе. Было тяжело, но справились. Фестиваль силы в нашем городе проводят уже в седьмой раз. Показать свои возможности приехали около 40 спортсменов из Пензы, Тулы, Тамбова и Воронежа. Самой многочисленной номинацией назвали фитнес-бикини. 12 девушек в сверкающих купальниках – чем не конкурс красоты. Поворот, справа. Мужчины же на сцене не только играли мышцами. В жиме лежа участники подняли больше 240 килограммов. И это не предел. Сейчас вот ждем, буквально через две минуты придет квадроцикл, который весит у нас 700 килограмм. Люди будут его поднимать руками. Вот будет интерес. Камни природные. Первый раз будут здесь кидать. У нас 100 килограмм камень весит. В итоге в силовом экстриме липчане тоже оказались первыми. А вот липчанки призовых мест не взяли. Кубок уехал в мытище. Наталья Медведева, Олег Голобоков. ТВК Новости.